За ноябрь месяц полностью отработаны. Да, я работаю на полуставке. Мне доплатили 5,6. Я врач. Вот так. В декабре я получила зарплату. 14 тысяч. В Сосновоборской больнице большое собрание. В зале с одной стороны сотрудники, с другой руководство. Люди за декабрь получили на 5-10 тысяч меньше, чем обычно. Медсестры настаивают, больница должна доплатить за декабрь и выдать нормальную зарплату за январь. Иначе жители Сосновоборска могут остаться без медицинской помощи. Сейчас стоит вопрос о том, если они в январе месяце получат такую же низкую заработную плату, то они хотят поставить условия, что они уходят с работы. Мы лишимся. Начальство объясняет, у больницы на счету нули, денег нет. По их словам, план клиника не выполняет. Его из Минздрава спускают даже для реанимации. Я конкретно говорю про нашу лабораторию. Мы ее, по-моему, раз в пять выполняем, этот план. Почему мы получаем мало, я понять не могу. Причем мы работаем с одним микроскопом практически на ощупь. Никого вообще это не волнует. Все только с нас спрашивают, кричат, быстрее, быстрее. А еще начальники советуют медикам меньше хамить пациентам. Страховые компании штрафуют больницу за некачественную работу. Но медсестры считают, что все проблемы связаны с новым руководством. Главный врач сюда пришел три месяца назад. До этого у нас устраивали и стимулирующие, у нас был оклад, у нас было выполнение плана. Новый главный врач обвинения в свой адрес отрицает. Говорит, он сам в декабре получил меньше обычного. Если денег нет, то как, у меня станок, что ли, есть? У меня штанга-то нет. Какая у вас зарплата здесь? Ну, сегодня где-то около, наверное, 60 с копейками. То есть я не дополучил тоже зарплату сегодня. Медики говорят, будут жаловаться на руководство больницы в прокуратуру и привлекут Краевой профсоюз. Сестры надеются, что идти на крайние меры, на забастовку, все-таки не придется. Виталий Поляков, Виталий Суботин. Новости ТВК